Об актуальной информации ТОМС села Миронова на встрече со средствами массовой информации Артёмовского рассказал председатель ТОМС Владимир Серебренников. Так, по его словам, ТОМС села Миронова проводит свою работу в соответствии с планом, утвержденным главой Артёмовского городского округа, в пределах выделенных денежных средств. В летний период по благоустройству населённых пунктов, входящих в ТОМС, села Миронова, был проведён ряд мероприятий. Приведено исправление профиля основания дорог с грунтовым покрытием, это грядирование во всех населённых пунктах подвеночных ТОМС села Миронова, также проведён ямочный ремонт асфальтового покрытия в селе Миронова и селе Липино. Приведены работы по окашиванию автомобильных дорог, а также проводился постоянный укос травы в парках, у памятника погибшим в годы ВОВ и на детской площадке. Как и было запланировано у нас в весенний период, на сэкономленные денежные средства проведён монтаж уличного освещения в деревне Родники. То есть было проложено 400 метров электропровода для уличного освещения, установлены уличные фонари в количестве трёх штук и установлено учётное оборудование. Кроме того, в летний период в Томсе велась подготовка по приведению уличной дорожной сети вблизи образовательного учреждения в соответствии с предъявляемыми требованиями. В связи с этим проведены работы по оборудованию дополнительного пешеходного перехода по улице Западной в селе Миронова и обустроен тротуар вдоль парка имени Панова между улицей Западной и улицей Молодёжной протяжённостью 100 метров. Проведены работы по нанесению дорожной разметки. Проведено обустройство автобусной остановки в деревне Бучино, что позволило у нас с 1 сентября открыть дополнительный школьный маршрут по подвозу детей к школе. К началу нового учебного года 2017-2018 года замечания от сотрудников ГИБДД в наш адрес не поступили. Проводилась на территории Томса и работа с целью предупреждения пожаров и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде в период пляжного сезона. Были изготовлены и установлены баннеры по пожарной тематике и правилам поведения на водных объектах. А также сотрудниками отдельного поста пожарной части совместно с Добровольным и пожарным проводилось обучение населения, раздавались памятки. В августе, согласно заключённого контракта, проведены работы по обустройству противопожарного пирса на реке Ромашка. Своим чередом прошла в Мироново и подготовка к отопительному сезону. В ходе подготовки к новому отопительному сезону работниками Мироновского ЖКГ проведены работы по ремонту котельного оборудования. Это проведена чистка котлов, чистка бочки центральной котельной, замена затворов на котле номер один, замена труб подпитки в центральной котельной, ремонт поддулов в больничной котельной, замена трубы подачи холодной воды на котельную. Также проведены ремонтные на сетях отопления. Это замена запорных арматур, замена вентилей в колодцах. В настоящее время по заданию муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа ЖКГ проводят подрядные организации, проводятся работы по соединению тепловых сетей, центральной котельной и больничной котельной, и замена тепловых сетей по улице Западной. Сроки выполнения работ 15 сентября. То есть сегодня у нас проводится опрессовка этих новых сетей, где была замена, и дальнейшая уже начнется подача тепловой энергии уже под всем потребителем. Не оставил без внимания председатель том села Миронова и проведение культурно-массовых мероприятий, которые успешно были организованы и проведены на подведомственной ему территории. Так на нашей территории прошло огромное количество массовых мероприятий. Это Георгиевская ярмарка, 9 мая, День села, который прошел в июне, День семьи, любви и верности провели в июле, День соседа был проведен в августе. То, что мероприятия прошли при полном аншлаге, это большая заслуга в первую очередь Сельского дома культуры, отметил Владимир Серебренников. Он также выразил большую благодарность всем предпринимателям и жителям Томса за оказанную помощь и поддержку в проведении культурных мероприятий, а также активное участие в них.